Меры должны быть усилены. Оно не может быть, что в марте 2020 года, что в марте 2022 года. Ситуация меняется. В мэрии города прошло заседание по принятию мер и правил на предприятиях в связи с коронавирусом. Первое. В обязательном порядке отстранять от работы лиц с повышенной температурой. Организовать ежедневную санитарную обработку с использованием дезинфицирующих средств, дверных ручек, мест общего пользования и так далее. Обеспечить регулярные каждые два часа проветривание рабочих помещений. Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников кабинетов. Также присутствовавшие на собрании коммунальщики рассказали, какие меры были приняты, чтобы обезопасить распространение вируса на предприятии. У нас есть так называемый план перехода на особый режим работы. Мы его уже использовали, когда выявляли случаи заболевания в 2020 году, когда вводились карантины. Подготовлены места для проживания сотрудников непосредственно на предприятии. То есть производственный персонал будет переведен на двухнедельный режим работы, то есть будут располагаться на предприятии. Но это, естественно, при определенном наборе условий и резкого подъема заболеваний. Было подмечено, что многие предприятия уже закупились экспресс-тестами и антисептиками. В рамках студенческого десанта учащиеся техникумов посетили региональное управление ГИБДД. Акцию проводят ежегодно. В этот раз ребятам рассказали о правилах дорожного движения, показали процедуру выдачи водительского удостоверения. По словам сотрудников госавтоинспекции, такие встречи пойдут на пользу. Ведь уже сейчас ребята пешеходы, а значит участники дорожного движения. А в будущем, возможно, захотят стать водителями. Мы расскажем о том, какая работа проделана госавтоинспекция, какой объем работы проделан для того, чтобы наши дороги были безопасными. И второе, это, конечно же, расскажем про специфику, да, то есть поделимся тонкостями непосредственно каждой службы. Сегодня мы им даже вручим правила дорожного движения в качестве, скажем так, подарка. Основная цель студенческого десанта – познакомить молодежь с работой силовиков. За несколько дней студенты побывали на экскурсии в полиции ГИБДД, а также центре кинологической службы. От быстрых и слаженных действий спасателей зачастую зависит чья-то жизнь. А чтобы действовать эффективно, магаданские спасатели много и регулярно тренируются. На одной из таких тренировок побывала съемочная группа «Вечернего Магадана». Из номеров упражнений планируется. Первый – это ознакомительный. Номер три – это на лес. Номер шесть – это со снаряжением и с рюкзаками. Сейчас к рюкзакам опять вернемся. Значит, номер восемь – отработаем хотя бы один, попробуем на лед. Лед мы сымитируем здесь у нас на дороге. И номер десять – это спуски ночи. На раз потянул, не надо с середины его тянуть. Пусть он пониже опустится. И те, кто стоят на здании, не старайтесь сразу спрыгивать. Занятия мы проводим ежемесячно. Такие тренировки по беспарашютному десантированию. Соответственно, они нужны для отработки до автоматизма спасателей действий. Если такая ситуация случится, то необходимо будет спускаться с вертолета. У нас слаборазитая дорожная сеть в области. Область большая. Много непроходимых мест, поэтому такие ситуации периодически возникают. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Тренировка идет раз за разом, без передышки. Возможно быть выполнено около 8 высадок. Учебные занятия на свежем воздухе прошли штатно и без происшествий. Запланированные практические элементы были успешно отработаны. Нам всем это дает уверенность в том, что если случится беда и потребуется экстренная помощь, где бы то ни было, магаданские спасатели вовремя придут на помощь. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана. Погода в Магадане очень переменчива. Морозы, снегопады. Что же ждет нас в эти выходные, узнаем вместе с жителями областного центра. В субботу 22 января в Магадане ясно. Температура воздуха ночью 19-20, днем 17 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 749 мм туртного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Влажность комфортная 60%. В воскресенье 23 января температура воздуха ночью минус 19, а днем 18 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы. 745 мм туртного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Влажность комфортная 62%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова